Анкин Грагус, оборвался. Анкин Грагус, оборвался. Огромное здание, огромная Москва, огромное количество татар, Татарстан и прочее. А достойных людей единицы, как в исламе, так в дипломатии, так в экономике, так в том, в чем мы должны восстановиться. Мы не восстановимся, пока не придут или из нас не выйдут, или мы не родим, или мы не подумаем. Достойных людей, которых мы можем уважать. Любое наше начинание, программы создают, темы создают, пошло-пошло и сломалось. Фестиваль, конкретно, все что угодно, все сломалось. И все время упирается. Вот эта точка, когда каждый из нас, и самое главное, тот, кто из нас вышел и будет что-то возглавлять и извести. Вот уровень его достоинства и авторитета. Вот возможно это или нет? Я думаю, это возможно. Татар Миглядинда большая потенция. Татар Миглядинда околлы баллар, околлы хызлар, околлы джекутлар визгузык келевизны. Но, если у нас не появится тренд, пока не появится, мы не переформативируемся борющуюся нацию. Потому что, если у нас есть структурный ход, то, если у нас нет гражданин, то, если у нас нет гражданин, то, если у нас нет гражданин. Я полностью ответил, если у нас есть такие глобальные проблемы, которые мне поэту не решить. Как не решить? Поэт все решает. И вот, конечно, если бы был Магар Акчеев, там его близкий друг, и Николай Первый, мне бы дал миллион долларов, миллион золота. Но он мне не дает. Ни, ты? Правда. Да. На самом деле, не, это было 100 миллионов. Хотя бы 100 миллионов... ...ораные, даже тысячи копейки твой. бы я не говорю, что мне надо было за 100 миллионов долларов, хотя бы не было. Что я сделаю? Какие вещи, с книжки доставуды? Без книжки доставуды. Вот это прочитался. Вот это прочитали. Это прочитали. Вот это прочитали. И вот, если у меня 100 миллионов долларов, то я получил издание одной газеты хотя бы 100 тысяч на татарском и русском языках. Вот эта газета, когда я читал журнал «Аргамак», мы создали лучше журнал «Аргамак». Замонасын, да. Но я, Шаймиевна, Татарстан Карсусна, бирж, брояга, шабада, и кончаяга, шитыкта, утартык, шевардым-да, шу-намышин я был уволен с поста, шу-намышин журнал «Аргамак» газет на татарском и русском языках. Я был бы татарский народ справа с лево, 10 лет. Если бы, 10 лет, шушу кадар татарны, кинаганмансынгына татарны мин, ааааа, кораллы, бенем билен, шунды хэл болган икэндип, ойны то лган болырым бәлкей. Через десять лет, но не раньше, он настолько ошумлён и настолько ошумелый халда. Это очень независимо телевидение. Это телевидение вообще коромаскальгера. Это ящик на коромаскальгере. Коромаскальгер, это все уголки. Кто ещё не вернулся к религии, возвращаясь к религии. В самом высоком смысле этого слова. Силы. Има. Балану к какому-то колумену. Мы проявляем и спрашиваем, что им нашим народом. Назадим и татары во всем мире, мы не сможем компрессировать. Татары не получаются? Не Cuando это не слушаю, Если вам не было при этом, я не хочу сказать вам больше шоусь. Но вам очень хорошо было! Я вас дает дать ему правду, то я вам даю ему правду. Обладание нового года у нас ничего не делается. Обладание нового года. Нет, просто не делается. Спокойно, ведь приспособление. Могуview. Вот этот год... Как вы каждое шоколадное. В этом году мы говорили, что в школе. Спасибо за которой мы начнем приехать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы не знаем, что мы не знаем. ... ... ... ... А вот, Рашид Сулей, бірден бұл, община тезек, ненде община тезек бізендес, сенің білянды, тезек болды бұл бұл бұл. Бұл бұл. В общем таңа甘а есен. Бұл! Мегияияияып тек, колу combien. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Моей тетке, и мы тайно производили гробы для детей, и на этом мы делали деньги. То есть я был очень маленький, и вот мы делали гробики для детей. Это была единственная шарашка для производства элитных гробов для детей. И вот я был маленький, и они меня ставили на гробки и пели «Отрежем, отрежем, мересь ему ноги». Но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили, но нет весело на номер. Заяли хлопочут волки, домохотники прячутся в день. На снегу ковыркаются волки, превратившись в живую межень. И вот доход-то на волков идет дохода на церкви снегов, матарых и щенков. Кричат за гонщики и ломщины до рвоты, кровь на снегу тебя на красное плоско. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак? Дай ответ! Мы затравлено через коновый стрел, и не пробуем через запрет. Волки не может, не должен иначе, да вот и кончается время мое. Тот, которому я, вредно значим, улыбнулся и поднял ружье. И вот доход-то на волков идет дохода на церкви снегов, матарых и щенков. Кричат за гонщики и ломщины до рвоты, кровь на снегу тебя на красное плоско. ПЕСНЯ 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 Как загонщики и лависты и рвоты, Равностену и так красную маску. В Крахе мы хотели поставить кресты. Я сделал ролик. На уранских могилах не ставят крестов. Вот, в точку просто попал. Потише, ребята, потише. Когда я познакомился с Высоцким, я работал в Кремне, с нашим методотелем, синовник, сыт и так далее. Я с ним знакомлюсь. Я тогда отрабатывал свое журналистское перо «Маленькие газеты за культурную торговлю». Там были мои стихи, там уже мои фотографии. И мы с ним, когда познакомились с кафе «Крустальное», где организовали мой творческий вечер, мы с ним познакомились. Когда он посчитал мои рубаи, он сказал, ну, старик, у тебя такие философские рубаи, да еще острые, с перцем, работаешь ко мне, как такие стихи пишешь. Я работаю, я собираюсь здесь работать, я буду писателем. Ну и давай. И, короче говоря, после этой встречи, я уже принял 21 этаж России, замдиректора был, и он ко мне приходил с Марином Владей. Потом я к себе пригласил домой, и, значит, ну, дошло до слуха КГБ. И меня вызывает начальник отдела кадров, говорит, ты что с антисоветчиками дружишь? Я говорю, какой антисоветчик? Это дворовый поэт. Я тоже такие песни пел дворовые, ну, полублатные. Так? Ну, короче, говорят, я не советовал бы тебе. Так, тем не имел я, я плевал на это. Мы с ним дружили, выступали. Кафе «Крустальные» выступали два раза. И потом в «Зеленограде». Кто из «Зеленограда»? Так? Все помнят? Там огромный зал был на 2000 человек. Мы с ним выступали. Это у меня Галса посмотрел. Как раз он мне показал телеграмму, Евтушенко где-то серый по самому слышал песню по радио о «Волках». Вот, за минуту когда это спел, да? Он показал мне помятую телеграмму, где Евтушенко говорит, ну, молодец, прям в точку попал, как ты говоришь, да? О нашей свободе, это же о свободе, не о демократии, о песне о «Волках». И вот после того, как он умер, я был молодым в Казани, так, в «Поезде» взял такие стихи, потом они опубликованы в двух моих книгах, так, и на конкурсе имени Высоцкого в 1996 году я стал, ну, как-то, не премьер, а лауреат, лауреат, добавьте песни, уличные песни. Высоцкий, Владимиру Высоцкому. Натянутая, словно тетива, да, напиши песню, а? Она ложится на бардовскую песню. Послушай. Натянутая, словно тетива, в горенье запредельного накала надрывной нотой лопнула струна, и на земле Высоцкого не стало. Непонятой иерархии глухой наветы бюрократов не пристали, за то, что стал в народе свой, земной, тех глухари травить не перестали. Гремели с залы, слушая певца, России эпохального кумира, набатом била в души и сердца яршистая гражданственная лира. Ты нужен был и в центре, и в глуши, как сущий для России звонкий колос, за истину, за истину, для России звонкий колос, за истину, за правду от души, страдал и пел той вещи хриптый голос. Наверное, с полмира подружил, пленя сердца и музей и гитарой, отверженность при жизни пережил, как гордый бард, как дух эпохи правой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В доме Асадулина есть отличный преподаватель, который преподает татарский язык. Вы знаете, я был сегодня на одном уроке, и, вы знаете, она так умеет преподносить этот классический татарский язык, что просто-напросто Она просто соединяет татарский язык и итальянский язык, говорит, посмотрите, как звучит музыка на татарском языке, и в то же время показывает это на итальянском. Вы знаете, я просто был поражен красотой. А вы вчера не были на встрече? Вчера были? Были. Вот как раз. А Ильяна, между прочим, сейчас пишет еще мечарский словарь, татарский. Да? Да. Да. В этом шведе, как я рекомендую, я рекомендую, я начал понимать структуру, красоту, татарского языка. Последние Бранного Востока, наезднику в горах, словил он много лет, не зная платы за услуги, ни по одной груди провел он страшный след, и ни одну прорвал кольчугу. Теперь родных ножон, избитых на войне, лишен героя спутник бедный. Игрушкой золотой он блещет на стене, увы, бесславный и безвредный. Никто привычную, заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед золей, никто с усердием не читает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Назла-то про меня ту власть, которой свет внимал в немом благотворении. Это мой племянник, он меня племянник, Рикна Мулава. Я бы, что сказать о знакомый человек? Давайте, только кто это возьмет? У меня пока спрошу, поскольку здесь собрались интеллектуалы национальные, вот так махер, скажем, они хранятся, у меня вот как у дилетанта вопрос. Вот мы в русской культуре растем, да, и здесь мы читаем русские сказки. О том, что надо пойти, как-то известный, украсть и стать богатой. Нет, я не хочу про это говорить, потому что русская культура, которая очень много, с хорошими интересами, она богатая культура. Ну вот я хочу сказать, что когда мы рассматриваем, как нам преподносится православие и ислам, ислам проигрывает, я считаю, что проигрывает. В православии сказки образные, философские, просто невозможно какой глубины. Вот детям читаем, у меня просто православная знакомая, она очень такая верующая женщина, всех верующих уважаю, я об этом не говорю. И вот она говорит, Диляра, ты посмотри, какие сказки, такие сказки, вот уж много мы чего читали, какие интересные. Я просто, когда читаю свои книги, я крестить меняю, там, безвеляю, там, или что-то такое. И в музыке, вот в мировой культуре, да, и бах, там, песнопение, там, кого только нет. А может быть, вот как говорят, я не знаю, насколько это могу трактовать правильно Коран, что запрещена музыка, там, и художественный язык. Я считаю, что это язык, он должен быть доходчик к каждому, правильно? Он помогает нам понять этот мир. А вот литературы такой исламской, да, музыки такой, вот почему вот я, про Иисуса Христа поют, а я попросила просто, ну, ушла моя внучка, кто без этого хора. А у нас нет таких вещей, которые бы оставались на памяти, автоматически записаны, нет такого. Ну, в чем-то все справы. Я сама читаю литературу, я взяла книжки, ислам для детей. Ну, думаю, почитаю, блядь, внучек своих, да, читаю, вот разрезали, вынули его в сердце, таким языком. Я уже адаптирую. Ну, вот массово, если брать массовым, да, то у нас нет, нет литературы, нет музыки, которая способствовала пониманию автоматичному, хотя бы в детском возрасте. Ну, это другой, это другой. Хотите вам, вот, подождите, я вам вонсеть, как интеллектуал-интеллектуал. Нет, я не презентую, да, скажите. Вот, верминут, без Аллаха-Ва-Шикар, в ней китапа, да, видны, сэнгалэмны, баласа, этсешенды, этсешиярумилу вакта. Явлама до этой истории научно-учреждения и научно-учреждения решения. Мыслями эту запись на учреждения дوجреждения. Мыслями от того, что яιο-учреждения, яиц, и ясно-учреждения. Если он Маглубе собирался случайно-учреждения, то естьache, что-то выгода. Я сказал, что садик говорит на русском, что у него есть черный кунг. Вот этот вопрос. Я говорю, что у них нет смысла? Немного что они будут в гости. Я говорю, что он был в гости. Сейчас он был в гости. Я говорю, что он был в гости. Они же не смогут говорить. Я говорю, что мы не можем. У них нету. Здесь у них нету. Это не только что. Хотя меня даже не знали. Хотя мыysłеры и в пыль, он может быть и они. Он может быть и позвать мужа, завтра и вы-lite. Когда она может быть, если она не позвать, вы должны любят человеку, потому что он может быть. Например, если мы — ну, мы должны быть. Если мы не работаем, то мы не работаем. Если мы не работаем, то мы не работаем. Это концепция? Да, это концепция. Да, это концепция. Я говорю о книге. Слово, все таки, по-другому, не можно сказать. Минобой, монета. Вот они, но их бала. Бала. Бала, бабушки. Бала, бабушки. Бала, бабушки. И вот это историческое, расчеты, иизболивание. Это историческое, иизболивание. Да, а их спорт. Да, слушай, это я голосу. Одесса. Да, да, да. Да, да, да. Наверное, наверное. Хочется. Знаете, можно еще о хорошем. Республика, которая стала, организовала диму татарскую культуру. Вы знаете, а не вошли. Вышли от минуты, в школы не слышим друг друга. Можешь подать, а не в шуме не допускать, а не в шуме не допускать. А не в шуме не допускать. Это просто, кем вы не будете. У детей, в шуме не допускать. У нее в шуме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 Спасибо!